всех приветствую с вами канал авбук радиосхем сегодня мы поговорим о макетных платах точнее даже больше не макетных платах а о перемычках которые используются на похожих макетных платах кто еще не пользуется чем-то похожим я рекомендую потому что на них если вы хотите собрать что-то по-быстрому или отладить какую-то схему или провести какие-то эксперименты получается очень-очень удобно наверное заметили что я в своих видео часто использую такие платы когда я вам собираю особенно какие-то схемы для анализа и если кому будет нужна я ссылку дам на эти платы где я беру их китае довольно дешево но мы давайте продолжим перемычки бывают для этих плат как правило двух видов это вот такие как у меня на этой плате соединен led индикатор микроконтроллеру а также бывает вот такие коротенькие которые вставляются в платы ну такие однозначно я не делаю сам покупаю готовые если не ошибаюсь они продаются сразу по 20 штук а сегодня мы поговорим вот о таких перемычках которые иногда удобно вместо от этих длинных проводов чтобы было меньше путаницы хоть они и бывают разноцветные но все равно когда у вас на плате схема уже довольно большая особенно на таких побольше платах то он бывает что пока разберешься правильно ли воткнули что-то при помощи таких перемычек схему собрать и отладить бывает иногда проще и она выглядит более наглядно но если посмотрите сколько стоят эти перемычки то цены довольно зашкаливает ну а если посмотреть что она там собой представляет всего лишь в изоляции проводок загнутыми зачищенными концами ничего такого серьезного здесь нет я думаю вы сами можете это все также сделать можно взять какой-то изолированный провод но опять же не все его могут где-то взять некоторые пытаются делать такие перемычки с проводов витой пары или телефонных проводов не хоть и одножильные но довольно тонкие и потом с ними работать одна морока они гнутся плохо вставляются я предлагаю сделать это намного проще я для этих целей использую вот такие вот штучки я думаю многие из вас узнали вы их часто видите какие накрутки на кабелях на некоторых там упаковках ими просто скручивают что-то китайцы и вот чаще всего что эти провода очень хорошие для использования в перемычках единственное что их нужно правильно нарезать сначала конечно выровнять делаем провод ровный и потом нарезаем отрезаем сначала верхнюю изоляцию точнее аккуратно снимаем очень удобно снимать если у вас есть еще съемники для снятия изоляции загибаете и отрезаете на нужную длину заранее стоит заготовить хотя бы по десятку разной длины этих перемычек также дальше иногда когда мне нужны они разных цветов хотя я только встречал белые и черные я беру использую термоусадку у самого практически маленького диаметра беру разные цвета она также стоит очень дешево надеваю на эти провода отрезаю нужную длину и я получаю определенный цвет также это все придает жесткость проводу и работать с ним и как бы толщину придает и работать с ним становится еще удобнее давайте я доделаю эту перемычку вот допустим не надо такой длины и вот у нас получилась очень хорошая перемычка для нашей макетной платы давайте сделаем теперь желтенькую еще отрезаю термоусадку одеваю ее и снимаю изоляцию все наша перемычка готова и она имеет уже желтый цвет очень удобно и наглядно надеюсь что этот совет вам где-то пригодится также если у вас нет таких макеток я рекомендую зайти на алиэкспресс ссылка где именно беру я я дам ниже под видео если видео понравилось поставьте лайк и всем пока